Всем привет. Повесть Льва Кассиля и Макса Полиновского «Улица младшего сына» увидела свет в 1949 году. Это повесть о короткой и яркой жизни пионера-героя Володи Дубинина, о противостоянии партизан, ведении боев с гитлеровцами в каменоломнях в старом карантине в течение двух месяцев – в ноябре и декабре 1941 года. Ведущая роль партии проявляется в организации противостояния в целом и выведена в таких образах партработников, как комиссар Котло, политрук Корнилов. Володя Дубинин погиб в 14 лет, помогая саперам на каменоломнях, когда Керчь была уже освобождена. Награжден орденом Красного Знамени, приказом от 1 марта 1942 года. Погиб зимой 4 января 1942 года. Повесть будет интересна детям среднего школьного возраста. Книгу дважды экранизировали. Одноименный фильм вышел в 1962 году. Сценарий писали авторы романа, поэтому ничего особо важного не было упущено, несмотря на значительные сокращения. Папа, а почему ты всю ночь с матросскую фуфайку? Ведь ты же давно капитан. Почему ношу? Это, брат, боевая краснофлотская память. А как зовется, знаешь? Ну, тельняшка. Морская душа зовется, вот как. Вот на тебе галстук красный. Это твоя пионерская душа. А что эти три конца обозначают? Вот этот вот пионерский. Вот этот вот комсомольский. А там большой угол на спине. Большевистский, коммунистический. Разбираешься. Благодать-то какая, Владимир. Вполне сталинское, правильное кино. За исключением того, что в рамках борьбы с культом личности Сталина на стене в комнате командиров висит портрет одного Ленина. И книгу, и фильм рекомендую. А вот гражданин Роман Виктюк проявил предвзятость. В 1985 году он снял двухсерийный фильм «Долгая память» по мотивам повести. В сравнении с первым фильмом – бестолковое и дурацкое кино. В сравнении с книгой – просто вредное. Несмотря на увеличенный хронометраж, убраны важные детали. Правильные идеологические акценты. Созидательные моменты. Например, увлечение Володи моделированием самолетов. Следом романтическая линия С плюс С. Идет акцент на шалостях и неудачах. Обидели учителя истории. Володя сжег моторчик. Выговор отцу на работе. А успехи и победы выброшены. Такие, как поставил рекорд дальности полета модели, часы отцу все-таки починил, выследил шпиона, подававшего сигнал врагу. Юмор бестолковый и суматошный. Не показана организация партизанского отряда. Связные, боевая деятельность, спасение моряков. Эпизод, где Дубинин предупредил о потопе, скомкан. Как будто и не предупреждал вовсе. Поведение у Лазов и не только. Идиотское, в отличие от книги. Вольное обращение с первоисточником не пошло на пользу фильму. И сегодня он заслуженно забыт. Подведем итоги. Повесть «Улица младшего сына», за которую Кассиль и Полиновский были удостоены Сталинской премии, отличная. Одноименный фильм 1962 года, за который режиссер Лев Голубь удостоился приза за работу над детским фильмом на кинофестивале Республик Прибалтики и Белоруссии, можно смотреть, не опасаясь смысловых подлогов. Телефильм «Долгая память» особой ценности не представляет. Любите подлинное искусство. И помните подлинных героев. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова